Учиться в ней больше нельзя. Решение закрытия 53-й школы Ярославля принял городской департамент образования. Четырехэтажное здание на Большой Федоровской построено в конце 30-х годов прошлого века. И за прошедшие десятилетия изрядно износилось. Свою лепту в процесс внесла и стройплощадка, расположенная рядом. Новый учебный год. 276 школьников начнут в других стенах. Яна Хромова подробнее. Нынешняя четвертая четверть станет последней для педагогов и учащихся 53-й школы. Учебное заведение закрывается, по крайней мере на год. Находиться в нем небезопасно. Причиной закрытия школы стали многочисленные трещины, бегущие по всему периметру здания. Ему без малого 75 лет. Перекрытия деревянные. Учебное заведение попросту пора ремонтировать. Помогла в кавычках и стройка элитного дома по соседству. Во время того, как забивали сваи, просто все тряслось. Все трясло. Сходили ходуном полы, стены. И, в общем, наверное, это тоже наложило свой опечаток. Снаружи опасную территорию огородили. Внутри перекрыли одну лестницу и каждый день наблюдают за всеми неровностями стен. Гипсовым раствором мы замазывали и наблюдаем. Трещинка должна появиться, если движение идет. Трещинка не появляется, у нас школа не живется. Школа вошла в городскую адресную инвестиционную программу. А значит, средства на ремонт будут выделены. Сейчас специалисты должны провести экспертизу технического состояния здания. И в конце мая станет понятно, какие работы необходимо сделать. Новый учебный год коллектив 53-й начнет в другой школе, рядом с Комсомольской площадью. От Большой Федоровской это четыре остановки. С 1 сентября приказом департамента образования нас переводят во вторую смену в среднюю школу номер 40 на будке на 11. Неудобно это для родителей, потому что учиться во вторую смену с двух часов дня, особенно малышам, трудно. Жалко, что не закрывают школу в другую, дальше все-таки ездить. Мы так привыкли к этой школе. Моцеля тут хорошие. Во вторую, конечно, хуже. Ну, приходишь в шесть только домой, а там, блядь, нет времени у меня остается. Я занимаюсь танцами от Тэквондо в нашей школе. То есть мы переходим в другую школу, уже Тэквондо не будет. По словам директора, исключение со сменой будет сделано только для первого и девятого класса. Они должны учиться с утра. Выпускного 11-го в 53-й на будущий год нет. Так что вопрос со сменой для трех классов удастся решить. Нам обещали, по крайней мере, руководители города, обещали то, что год продлится реконструкция. А я думаю, что ради того, чтобы вернуться в новую, светлую, отстроенную школу, я думаю, год стоит потерпеть. Главное, говорят здесь, чтобы ремонт не затянулся. В противном случае станет некого учить. И, возможно, некому. Яна Хромова, Владимир Чернов, Городской телеканал.